всем привет всем здравствуйте сегодня у нас тема пластилина сегодня мы с вами полепим из твердого пластилина полепим из мягкого пластилина чтобы вы поняли разницу в этих двух пластилинах я конечно за мягкий но многие говорят что типа лучше твердый вот как основу сегодня я беру коллекцию lost in time уже жду когда же будет в продаже у нас коллекция весна чтобы я наконец начала уже творить весенние варианты вот но так как у нас все еще зима февраль я так думаю что пока мы с вами побудем без этих оттеночков да а начнем лепить на вот такой гамме сейчас подумаем что из этого я возьму телефончик и так я периодически возвращаюсь к теме лепки да вот кто недавно видел рилс тут я себе ноготочек запулила с абстракции до этих ногтей так и не дошла еще вот ну я дойду сегодня хочется полепить цветочки хотя можно и абстракцию полепить но я так думаю что я когда буду себе вот эти ногти делать и все равно на снимаю видосиков и нет смысла сейчас абстракцию лепить так и мягкий пластилин и так как я периодически все-таки леплю но прошлое лето я помню много показывала лепки кстати да поэтому кто любит лепку прям отмотайте до следующего лета у меня было несколько эфиров с лепкой хороших там и жестовская роспись и просто видео вы знаете что я не продают цветной пластилин так как у нас и так в номенклатурной линейке вагоны маленькая тележка чего только нет а так как пластилин это такой вид материала для дизайна ногтей который не так часто используются как например краски гелевые гель-лаки да это элемент дизайна это элемент дизайна поэтому я всегда я даже помню я акрилом когда работала потому что я это акриловый мастер я когда-то начинала обучать дизайну ногтей у меня как раз были какие курсы у меня был только курс художественная роспись и аж три уровня по акриловой лепки у меня был первый уровень акриловой лепки второй уровень акриловой лепки и третий уровень акриловой лепки поэтому я бывший акриловый мастер который делал очень много конкурсный конкурсных работ всегда я работала в основном на цветном акриле вот и даже тогда бытность акрила у меня в магазине вы не не найдете не могли вернее найти большое количество разнообразия цветных акрилов я даже на тот момент всегда продавала такие огромные банки белого акрила изи фло как сейчас помню competition кто здесь старички кто в маникюре больше 20 лет тот знает короче в изи фло есть серия для конкурсного моделирования очень быстро застывающий белый акрил и я всегда продавала вот этот белый акрил потом я в моделоне стала брать этот быстро застывающий акрил и у меня всегда продавались цветные пигменты сейчас я неоновые пигменты у меня всегда продавались пигменты вот я это продаю 20 лет реально у меня всегда был акрил мне кажется у меня даже поставщик пигментов за эти 20 лет не изменился один и тот же пигмент черный акрил либо красный акрил да то чего в принципе ну там какие-то дополнительные цвета потому что действительно недостаток например как бы черный акрил или тот же черный пластилин из белого ну ты никак не получишь или красный да из белого никак ты это не получишь вот но я как самое такое необходимое всегда в лепке если брать в разрезе именно салоновое использование это пастельные цвета это не яркие цвета это именно пастельные цвета это оттенки белого и все что связано с пастелью вот поэтому я как всегда учу вас колеровать также пластилин цветной на основе цветного пигмента на основе цветного пигмента так дашь тебя будет урок по английскому наушники нужны ладно тогда раз не нужно и вот я вот что в акриле так учила работать это очень экономно с точки зрения финансовых затрат потому что я как дизайнер у меня было все всего и много вот и а так как лепка она если брать салон красоты она там редко делалось всегда вот поэтому я учила мастеров именно сам акрил цветной и либо пластилин это какой-то такой небольшой минимальный такой вот базис набор из каких-то оттенков поэтому также с пластилином учу понятно что если вы конкурсный мастер у меня там был чемодан всех каких только можно было взять акрилов фирм просто вагоны маленькая тележка но если брать например оснащение салона красоты вы знаете что мы с верой мирошниченко у нас салон красоты он был сразу мы в принципе с этого и начинали это мы такие две молодые бизнесменши которые решили открыть маленькую ногтевую студию ей было 18 мне 19 все нам это папа осуществил вот и и все дружно думали что она будет как-то само работать она ни хера не работала поэтому там когда сотрудники мастера маникюра которых наняли уволились через три месяца кэш мы начали мастерами работать вот поэтому если брать в разрезе салона красоты и салонного использования лепки да как элемент дизайна она там используется редко реже намного чем не знаю всевозможные слайдеры декорации гель-лаки такие гель-лаки сяки блески фольга краски им пасты это все больше используется и она используется годами расход же маленькие да вот все что мы для дизайна покупаю она там дать им купили матовую фольгу и все вы 20 лет используете матовую фольгу вы купили блестки вы 20 лет пользуетесь этими блестками с пигментами то же самое понятно что есть что-то расходуется очень быстро да там как белый черный цвет всегда золото серебро если брать блестки там фольгу а все остальное расход настолько маленький вот поэтому в ими пластилина не будет цветного мне просто у нас есть эксперт таня андрианова она вот мне каждый раз писать как ну когда у нас будет цветной пластилина игры танюш но не будет у нас цветного пластилина чтобы продать партию цветного пластилина говорю нужно просто сидеть с утра до вечера и лепить из этого пластилина и ну как вот во все дырки трубить и показывает да тогда ну продаж понятно я говорю я не готова из ассортиментной линейки где там больше двух тысяч единиц с утра до вечера говорить о пластилине понятно что я буду распыляться ну и соответственно я понимаю что я этот пластилин в принципе никогда в таком нужном объеме не продам чтобы заработать понятно очень часто в линейках как знаете вот в магазинах продуктовых есть такие продукты на которых магазин не зарабатывают это как молоко бананы они там минус сорт торгуют на этих продуктах так и у нас у нас есть такие вещи на которых мы не зарабатываем но мы держим в ассортименте еще добавлять туда пластилин мне не кайф вот поэтому милое дело взяли пластилинчик подкрасили его он у вас чудесно будет хранится в палитр очки но не весь я скажу какой пластилин не хранится в палитре сейчас делаем еще такой чуть-чуть персиковый так купите обязательно онлайн курс по лепке пластилином хороший такой базовый он не сложный кстати получится у всех абсолютно единственно пластилина надо сразу покупать 2 сейчас объясню почему потому что кто-то например сможет работать только из твердого пластилина да потому что вы слишком долго к выряете гладите эти лепестки у вас плыть начинают для вас нужен твердый пластилин а кто-то наоборот очень быстро работает делать минимальное количество действий и для вас например подойдет мягкий пластилин ну какой пластилин для чего подойдет еще тоже там вопрос для чего-то лучше мягкий для чего-то твердый и какой конкретно вам подойдет вы поймете только в процессе работы поэтому лучше покупать сразу и тот и тот но смотрите мягкий пластилин хранится годами вот так на намешанном виде в палитре прекрасно вот у меня там это я еще летом намешивала у меня с лета лежит эти цвета вот тут тоже наверное еще прошлый май у меня оттенки лежат и просто помню как я лепила ответить ему ничего нету вот он намешанный хранится смотрите а твердый пластилин к сожалению он во первых мало хранится и в баночке не обратила внимание знаете как-то одно время искала производителя пластилина где я буду просто готовы закупать то что ну как бы заморачиваться производить этот пластилин не кайф вот и я заметила короче образцы хранились не больше двух лет там через два года все это камень вот твердый пластилин он превращается просто в камень и тоже в палитре он не хранится смотрите тут как-то не помню что-то а я ли типсы делала там абстракцию хотела лепить и намешивала вот такие колбаски из твердого пластилина видите красила его все видите уже вы выбросить можно поэтому твердый пластилин он палитре не хранится прям запишите себе пластилин hard палитре не хранится и будьте очень внимательны с хранением не только кстати ими это вообще любых других пластилином касается которые твердые они долго не хранятся в банках если вы будете плохо закручивать банки постоянно бросать их открытыми он очень быстро высыхает так ладно очень долго что я вам рассказываю про пластилин кто пропустил а девочки не могли бы написать тему эфира пластилиновая лепка или лепка пластилином оттенки сегодня мы возьмем из коллекции lost in time если не сложно прям напишите тему лепка пластилином пожалуйста так вот такие у нас оттенки сейчас на каком-то цвете я буду лепить на трафаретах кстати точно заморачиваться сегодня я не буду вот будем за основу брать трафаретики отлично так поэтому возьмем значит светлый фон возьмем 391 благодарю анна франк прикрепить комментарий лепка пластилином так кто опоздал на эфир обязательно пересмотрите начало эфира я выложу его потом берем цвет для умненьких девочек у меня за этот недавно обучение прошла девочки ключи одежды ключи обуви ключи макияжа ключи укладка волосы ключи обувь кстати скоро будет ключи еще маникюра и так интересно как вот нас невербально считывают люди там за первые несколько секунд когда нас видят и вот эти вот все ключи как одежда цвет одежды фасон одежды и макияж форма укладки цвет обуви форма сумки цвет аксессуары бижутерия украшения короче все это невербальные ключи через которые мы можем посылать человеку тот или иной сигнал который можем закладывать то что мы хотим чтобы люди о нас узнали на подсознательном уровне это можно сделать одеться четко по ключам я теперь цветами для гель-лака вот так и рассуждаю значит цвет перепыленный а не чистый когда есть чуть-чуть черненького пигмента в составе значит этот цвет говорит о том что вы умненькая короче что умненькая интеллектуалка непростая короче с уровнем айкью определенным со своим мнением в общем умненькая девочка поэтому берем номер 391 на нем будет хорошо трафарет читаться потому что эти я беру трафарет прозрачные соответственно нужно брать что-то светленькое чтобы трафарет читался поэтому берем умненький цвет номер 391 первый для умненьких девочек офигенный курс сейчас скажу рада русский забейте в ю тубе в инстаграм может быть так по названию не найдете видео ее а вот если забьете рада фамилия и фамилия русский прикиньте какая фамилия это ее настоящая фамилия офигенская тетка девка не знаю девушка она по-моему моего возраста может быть чуть младше не наверное чуть младше года на два и вот я у него купила курс по ключам кайфую просто так что девочки номер 391 цвет умненьких девочек цвет умненьких девочек суши кстати реально умненьких новые пластины да кстати новые пластины все выходят у меня кстати все лежит я видите что-то очень много новинок видите я сейчас на боксе сосредоточена завтра скорее всего будет эфир опять по боксу вот поэтому я щас пока пластинами и красками для пластин пастельными пока не показываю что есть чем работать берем трафарет причем знаете что интересно смотреть вот я щас возьму анючины глазки трафарет но я не буду лепить анючины глазки мне просто нужна форма лепестков для пластилина это очень важно это очень удобно это офигенски удобно когда есть очертания и вы на них ориентируетесь потому что без контура вот особенно тот кто редко лепит вам тяжело вы не видите вот этот край куда дожимать когда роспись это там одно ты рисуешь рисуешь видишь что ты делаешь а в лепке ты же там давить начинаешь разжимать иногда взял слишком много пластилина иногда слишком мало пластилина так надеюсь сейчас будет видно так давайте наверное к этому цвету добавим тоже кстати умненький цвет номер 393 тоже для умненьких девочек то что цвет пыльный соответственно этот цвет считается сложным все сложные цвета сложные оттенки это там где в составе идет чуть-чуть черного пигмента не важно это ткань это гель-лак это кожа ну что чуть повеселее было добавим сушу так вообще вся коллекция на минуточку для умненьких чтобы вы понимали для умненьких здесь один цвет если вы хотите выйти замуж номер 389 если вы находитесь в поисках второй половинки то вам нужно выбирать что-то такое молочная беленькая нейтральная оттенки нюдовые оттенки пудры оттенки помады это все для девочек которые находятся в поисках второй половины поэтому из этой коллекции lost in time у нас есть один единственный цвет номер 389 что все остальные цвета они видите такие сложные они достаточно сложные какие-то прям для очень смелых да как номер 388 такие ногти это вы в центре внимания вы самодостаточная вы яркая иногда таким девушкам мужчины могут бояться подойти проявить инициативу но это тоже самое связано и с темными оттенками это сразу границы темные оттенки яркие это тоже вот сложные вот умненький цвет в принципе номер 392 может быть но наверно с точки зрения мужчины этот свет на маникюре будет восприниматься для них как смелость тоже все таки такая смелая самодостаточная но навряд да они оценят другое дело коллекция весна которая у нас выйдет уже вот в начале марта я надеюсь что все таки старт продаж будет 1 марта но возможно мы чуть-чуть под задержимся не можем один цвет намешать нет пигмента цветного не поверите желтенького цвета здесь какой 410 с ним можно выйти замуж вообще все цвета пастельные выбеленные да это для таких девочек вот это возможно 415 немножко такой инфантильный цвет да вот с голубеньким остальные принципе так неплохо вот ну вообще так ладно чё я ушла у меня пластилина я вам тут умненькие не умненькие так топ слайдер топ слайдер что такое молекулярный дизайн даниил ну вот катя мирошниченко сидела сидела думала блин чё показываться показывать на beauty day скоро еще аттестация в конце марта думаю надо какую-нибудь новую тему придумывать придумать что-то сесть порисовать именно прям вот сесть именно порисовать вот посидела недельки 3-4 посидела в интернете в пинтересте вот а так я сейчас очень сильно увлечена эзотерикой там макро мир короче строение вселенной днк всем всем вот этим и стала картинки на эту тему как-то просматривать мне попалась одна очень классная картинка я от не очень сильно оттолкнулась потом пошло поехала я вот помню сделала маникюр я вам выкладывала кусочки вот так родилось название это просто дизайн и которые полностью нарисованы через тему абстракции через тему абстракции мой сушь сейчас нифига не будет видно еще темно-зелен они ну нормально вижу вижу все вижу вообще слайдеры так как они тоненькие здесь только всего лишь контур я рекомендую топ слайдер вообще не использовать просто берете единственно штампик и штампиком эти трафареты переводите так честно обработаем ультрабонда я точно буду насчет веры блин надо у секретаря спросить уверенного вроде она собиралась быть так так как у меня нифига не осталось ультрабонда и он уже здесь такой у меня какашечный какашечный извините за подробности но реально я страдаю купить здесь негде и такие вещи здесь просто тупо не куплю теперь мне ждать когда мне либо дистрибьютор с юга привезет либо уже потерпеть так как у меня уже самолет второго марта я уже лечу домой так сделали эти еще лепить не начали тема лепки я все еще где-то в принципе можно также перекрыть топ слайдером так как я хочу потом матовый топ сделать потому что лепить смотрите сразу предупреждаю вообще в идеале лепить что акриловую лепку что пластилиновую лепку по матовому топу лепить по глянцевому топу это мучение это прям вот издевательство я называю это прям вот мучиться так ждем сделаем сейчас легенький подмалевочек все-таки снова если не подкрасить смотрите вот когда подкрашиваешь перед пластилином все равно будет чуть интересней а что мы подкрасим и ничего особенного подкрашивать не будем мы просто возьмем какой-то цвет например можно взять просто тупо коричневый сюда и затем не серединке вот интереснее так вообще чем темнее фон или по крайней мере подмалевок будущего цветка тем лучше будет читаться лепка поэтому я нарочно перед тем как лепить прохожусь всегда каким-нибудь тем темным цветом смотрите мы сейчас не будем делать никаких анютиных глазок я сейчас буду лепить просто обычные круглые цветы с разжатием сейчас вам покажу самый такой базовый вариант лепки цветов и для этого я нарочно сейчас прохожу вот делаю такие тени в центре потому что мы из центра будем держать кисть разжимать из центра и там будет пластилин лежать тонко и тогда это будет выглядеть красиво потому что на краях он будет лежать плотно вот и тогда будет такой переход от светлого к темному потому что если лепить светлые цветы на светлом фоне ну это тоже имеет место быть знаете но нет вот этого контраста и лепка она не читается лепкой она смотрится знаете как мужик один раз подошел к женщине в очереди в банке говорит женщина женщина она ему что вы хотели вы простите но у вас муха сдохла там муха у вас по моему прилипла на ногтях это мне одна из учениц на акриловой лепке рассказывала историю какие она раньше цветочки лепила понимаете вот бывает что цветочки когда они читаются непонятно что там кажется что какие-то какашки прилипли чтобы какашек не было интереснее сделать какой-то такой темный контрастный подмалевок и так как я и сказала я не люблю работать hard пластилином хотя им прикольно работать мы полепим им в конце потому что вот например у меня таня андрианова эксперт вот с которой у нас лепка записано рекомендую ее курсы купить кстати тоже по лепке она там дает объемную лепку и дает она именно харда если вам нужно как это базовое чуть попроще есть лепка вот таким пластилином мягким он такой чуть-чуть прям может где-то прилипающий вот разные у нас есть курсы так вот она любит вот этот пластилину потому что на объемные вещи делается на бракушки лепит клубники лепит всякие штуковины кайфовые лепит и конечно вот этот пластилину вообще никак не подходит вот а я так как люблю пластилину плоскостную лепку я леплю все вот этим я люблю плоско тонко полупрозрачно все как я и сказала берем матовый топ по нему комфортнее лепить все и кисть я единственная кисть которая работаю уже не знаю сколько лет вот это единственная кисть в эйме которая осталась натурально потому что помните у нас самом начале когда я только начинала делать свой бренд у меня как раз продавались только кисти вот и меня было много натуральных кисточек потом я их все вывела из ассортимента оставил только синтетику и вот как раз вот это не колонок смотрите так красный соболь я красный соболь оставляла как раз сначала для акриловой лепки оставлял этот красный соболь вот а потом оставляла и для пластилиновой лепки ну плюс подмалевки ею классно делать этой кистью эти красный соболь кисточка старенькая кстати у меня вот это она очень классно в точку сходится в отличие от колонка больше вернее дольше сохраняет кончик чем колонок колонок очень быстро изнашивается синтетика тоже изнашивается хотя я очень часто и синтетика люблю все теперь на матовом фоне начинаем лепить чем будем лепить набирать чем сирене не вникает хочется тут у меня вот есть тоже старенький пластилинчик ну тут сто лет в обед видите нормально этот как раз пластилинчик который мягенький а так нам же что помимо пластилина понадобится нам понадобится антисептик вот он антисептик его нужно набрызгать куда-нибудь здесь обычно колпачок идет ну конечно я уже 35 раз этот колпачок потеряла у меня здесь есть крышка от штампика вот эта жидкость которая как ликвид в акриле нужно вот у нас это идет антисептик эми так что еще обычно я кладу влажная салфеточка может быть потому что чтобы было прям полностью кисти в антисептике нельзя в этот антисептик должны снять оба что-то вот может быть знаете как например не влажная салфетка вы будете просто какую-то глянцевую поверхность снимать излишки этого антисептика например окунули кисть и вот видите чтоб и совсем не ушел антисептик и чтобы его много не было вот можно просто палитру какую-то стеклянную понятно убирать излишки если будет очень много антисептика он будет растворять пластилин этот начинает плыть что мы сейчас будем лепить мягким будете очень много его туда-сюда возюкать он в какашку превращается придется каждый раз набирать новый а слушайте мы не с фиолетового должны начать у нас тут листики поэтому мы начнем с листиков здесь нужно начинать всегда с дальнего плана в лепке всегда начинают лепку делать с дальнего плана мне тут как раз хороший зелененький есть он с черненьким намешан пигментом такой неяркий все можете так наблюдать мне там на заднем плане будут видны движения которые я делаю прежде чем начинать лепить не тут много все равно жидкости поэтому наверное я вот так вот листики здесь простые сложного у нас в листиках не будет все вправо влево где где-то леплю цоколем кисточки все и в лампу поэтому нужен матовый топ если бы это был глянцевый я бы намучилась и должно быть минимальное количество движений минимально вот тогда этим мягким пластилином во первых быстро и очень комфортно лепить плоскостную липку вот многие не любят этот мягкий пластилин говорят он у меня липнет кисточки я говорю если липнет кисточки этот и значит слишком долго возюкалась там этот и значит туда-сюда сделала лишние движения все начинают прям под этим антисептиком и начинает просто растворяться плыть окунули то вот знаете со временем приходит вот это вот чутье когда ты понимаешь что вот ну прям вот все вовремя надо остановиться здесь легенько вот так вот раз я очень люблю когда следы от кисточки остаются да поэтому вот очень люблю красный соболь именно потому что я когда прижимаю его поверхность решить я работаю не вот так да не под углом 90 не под углом 45 я стараюсь вы видите какое движение сколько тут градусов 10-20 понятно что когда в центре буду сейчас маленькие лепесточки лепить возможно градус наклона поменяется но в основном стараюсь держать вот плашмя чтобы следы от ворсы оставались в акриле проще потому что акрил он прям под кисточка у нас застывает и прям следы от кисточки остаются и так красиво получается я обожаю я все-таки все еще люблю акрил вот с большим удовольствием бы сейчас полепила из акрила ну как подумаю о вонючке ликвиде сразу лепить не хочется что это такая вонь просто здесь следы от кисточки могут исчезать как раз вот когда вы слишком много лепестков одновременно начинаете лепить он же полимеризуется только он же не застывает сам на воздухе эти следы от кисточки какие красивые поэтому если например вы торопитесь лепите одновременно несколько лепестков вы пока дойдете до третьего лепестка у первого лепестка уже вся фактура поплывет поэтому я люблю все равно подсушивать каждый второй лепесток для этого чего у нас эти лампочки даже где мы где моя лампа фонарик увидела ну посмотри блин может он там ящиках нади мне лампу фонарик с фонариками кстати очень удобно лепить буквально две секунды подсушиваете и работаете дальше да не сомневаюсь дочь ну здесь у меня нету листика но я слеплю о да это это что-то костика фонарик я еще очень часто делаю вот так смотрите с этой стороны прижала и такой листик прикольно получился где-то плоскостная лепка которая будет шикарно носиться захочешь сгрызть не сгрызешь очень хорошо ли носится плоскостная лепка хотя вот таня моя андрианова она лепит там ракушки у него морские ягодки там всякие такие тропические цветы с этими фруктами и носится тоже хорошо там вот просто нужно лепить так чтобы это все было такое знаете компактно ничего не торчало и объемная лепка она тоже хорошо носится так теперь переходим ко второму плану лепестков здесь у меня есть дальние лепестки вот раз-два вот с них и начинаем видите здесь очень важно сделать последовательность и дальний лепесток его мало должно быть правильно поэтому пластилина смотрите видите номинально пластилина я набираю совсем мало не нашла даже он стопудово в ящиках где-то что константин какая караганда но маме так не говорят сушили сейчас вот если мне фонарик найдут с фонариком очень удобно вот вы тогда каждый лепесточек прям хотя бы четыре секундочки под нет нет дашь он у меня в ящиках я его убирала я точно помню ну ладно буду в лампе сушить короче вы поняли у кого есть фонарик лампа будет очень удобно доверю верю я тебе что ты не брал эти почему удобно делать вот такие плоские цветы от прозрачного к плотному тогда читается объем видите есть такая тень которая сама собой получается и свет на короях лепестков поэтому я всегда делаю хоть небольшой но подмалевок понятно что подмалевок можно было не делать вот но я всегда я и акрил когда лепила акриловая лепа всегда вот хотя бы такие центры цветов нарисовать такие темненькие прям хорошо потом уже лепку делаете у цветов я взяла трафарет который у меня были был под рук под рукой я не стала тут долго ковыряться искать да и что я вырезала я вырезала анютины глазки ну по факту я не леплю анютины глазки да мне просто очень удобно то что я ориентируюсь сейчас будет большой лепесток сейчас мы выложим примерно форму где мы его будем сейчас разжимать все положила распределила все теперь можно здесь как раз он наслаивается чуть-чуть видите мне нравится когда вот здесь вот полупрозрачно и движение нельзя сказать что они вот такие от центра они как чуть-чуть от центра я подтягиваю пластилин но больше сейчас если я еще раз затронусь уже чувствую сейчас начнут липнуть кисточки поэтому все кладем в лампу поэтому с одной стороны минус мягкого пластилина что он начинает в какой-то момент прилипать к ворсе но плюс тогда лепка получается более тонко и самое главное она быстрая понимать она скоростная из твердого все равно лепить дольше чуть-чуть но дольше но опять же смотря какую вы толщину хотите репки можно и такую толщину делать и из-за твердого можно все можно но просто видите вот я прикипела к этому мягкому пластилину так можно теперь со складочками полепить лепесточки тоже вот ведь я не обязательно для этого кисточку использовать все наметили где будет будущее лепесточек наметили сейчас я готовлюсь к разжатию когда не нужно сделать складки видите кисть не режет даже дает мягкий пластилин потому что мы берем мы берем вот так палочку апельсиновую тоже убираем излишки жидкости то что просто сухой палочкой можно тоже надавить можно силиконовые штучки брать кисти силиконовые все наметили и пошли моя любимая форма лепестков кто знает меня давно вот я и закрыла именно всегда такую технику давала такие цветочки кругленькие с прожил очками без они быстренькие простые получаются хорошенькие такие миленькие для этого вот очень удобно использовать мягкий пластилин так снова положили тоже видите вот если где-то хочется подлепить помочь себе палочка апельсиновая и и видите нужно чуть-чуть смачивать жидкости еще наметили а теперь делаем красиво уже грубо говоря такой знаете подмалевок сделали даже можно здесь 3 добавить вот в акриле в акриле мы это делаем все кистью пластилине пластилин он все равно намного тверже в отличие от акрила из акрила когда начинаем лепить уже жиденький многовато взяла пластилина для этого лепестка можно было меньше взять пластилина он бы получился более прозрачный но уже ладно очень важно короче чтобы в центре оставалась пустота там где пойдет серединка вот за это я полюбила очень пластилин не так сильно как акрил хотя акрилом видите я практически не преподаю ничего не даю потому что но считаю что все-таки токсично очень дышать парами ликвида я надышалась только в свое время и сама главная пары ликвида ты ну никакие вытяжки не помогают это ничего не помогает сейчас монотонно лепим могу рассказать пока леплю какую-нибудь историю про чё рассказать вам еще раз напомню есть очень хороший курс базовый так и называется базовый курс лепка пластилином где хорошо когда лепестки нас на слоение идут поэтому всегда хорошо начинать самых дальних лепестков сразу определить где дальний план где передний план лепестков листиков как же выражение акрил пахнет деньгами наверное это старое выражение я все-таки так склоняюсь к этому потому что ну действительно раньше так это и было раньше нормальных акрилов гелевых систем хороших их было очень мало и хорошие мастера считались те мастера которые работают на акриле сейчас немножко все по-другому это было 20 лет назад и так сейчас я так не считаю раньше так было вот вера мирошниченко ты же моя сестра да то она вообще прям акриловый мастер я если только дизайн делала акриловые да у меня аквариумы всегда сложные были от меня клиенты них не уходили без акрилового аквариума у меня прям вот только такие ногти я делала сложные ногти у меня там просто например даже французский маникюр выкладной акриловые у меня этого не было а вот моя сестра она была помешана на акриловом французском выкладном френче она участвовала в конкурсах по моделированию вот а я все равно была такой гелевик еще тогда тогда гель только начинался но у меня было совмещение помню тогда преподавала и тоже благодаря этому стало известно как раз я давала совмещение дизайн подложка аквариум все с использованием акрила шло от кутикулы и само моделирование было выполнено гелем что гель давал абсолютную прозрачность в отличие от прозрачного акрила акрил все равно чуть-чуть так под замутнял не было такой чистой прозрачности вот ну я с акрилом проработала ну лет десять точно потом мы полностью же перешли на гель и даже дизайн весь перевели на гель и и было тогда время когда блин когда говорили там ты на чем работаешь ты говоришь на гелий сразу гель фу гель я до сих пор помню как нам сестру было очень сложно в ростове переломить вот этот вот предвзятое отношение гелю мы тогда завели завезли очень хорошую марку гелевую на рынок мы были дистрибьюторами много лет их дистрибутировали и тогда было очень прям сложно объяснить что все равно тогда по носибельности уже вот первые гели которые начали появляться хорошие трехфазники они носились все равно лучше с меньшим количеством отслоек плюс гель пилить же можно было крыша тогда это же просто жесть если ты наделал отслоек с акрилом в жопа там надо было так долго пилить в этом случае я помню свои первые акриловые ногти этом у меня травма психологическая видимо пошло все отслойками не смогла спилить эти отслойки ничего не смогла с этим сделать и у клиента ногти просто поднялись все отслойки вот вот все наши обж Tu ты пластилине то чтобы нужно вижу что лишнее раз и убрала очень удобно все я чувствую начинает пластилин липнуть все начинает тащиться уже за кисточкой нужно здесь во время остановиться тоже прям такие движения должны быть еле-еле сушим и серединки вот раньше бульонками делали серединки но у меня по моему бульонок нету все классные серединки это именно бульонки нос чтобы сделать стразики что ли посадить наверное стразики стразики грубовато будут смотреться вот бульонки у кого есть бульонки прям делайте бульонки так слушайте сейчас хорошо две минуты обезжириваем я все равно обезжириваю пластилин он тогда становится более матовым то что все равно вот какая-то тут вот где-то вот такая неосезаемая дисперсия но она есть чтобы он прям сейчас совсем стал таким прям фарфоровым вот я его обезжириваю он тогда мне кажется становится еще более фактурным в этом случае так что тут хотела подправить как подправляю я я беру пластилин чуть светлее а ну в этом случае давайте просто белый возьмем и я вот так могу пройтись и где-то дополнительно до нарастить пластилинчиком кусочки краев и тем самым ну как интереснее будет это не опять же это не обязательно делать но я так люблю делать так сказать когда рисуешь жестовскую роспись там тоже так часто да ты проходишь уже в конце и ставишь блики прям просится чтобы он был такой не однотонный сиреневый сейчас мы чуть-чуть беленьких акцентов поставим кое-где как медитация да все правильно если у вас наблюдается легенькая меланхолия очень рекомендую сесть и просто порисовать либо полепить просто полепить значит прикольно лепите а сами например думаете о каком-то желании как бы нейрографика еще тоже прикольно а либо вообще ни о чем не думаете вообще полезно не думать чтобы не было в моменте никаких мыслей чтобы были сосредоточены и сконцентрированы на том что делаете тогда будет успокоен мозг да и не будут вот этой мысли мешалки что в основном нас в чувство тревожности такой меланхоличности депрессивного состояния вводит что вот это состояние чувства тревожности куда там это взяла тревожность там вы не можете найти концов не понимаете ну ты чтоб не анализировать можно хотя бы просто побыть в моменте когда девочка сидит крестиком вышивает не знаю туртик готовит рисует она в этот момент только в сосредоточена на том что она делает что здесь вот кисточка вот так тут лепешечку прикрепили тут так разжали и нет мысли мешалки так что для здоровья очень полезно а по какому топу лучше размывать акварель ну многие по матовому топу так и делают топ матовый который я здесь использовала по нему же и размывают да я просто видите сама акварель не преподаю и у нас и курсы мы так но не записали мне все время когда говорят вот хотя сейчас таня андрианова предлагает говорит давай на ленинградской акварели курс пионы акварели запишу но они делают все по матовому топу по нашему вот так будет прикольный как один цветочек на другой зашел да все на этом можно остановиться сушим в конце мы сейчас просто по стразику поставим на базу макси либо медиум база максим они отличный такой как клей все сейчас мы стразики да да кстати у кого спирт смотрите можно спиртом девчуля можно спиртом кого нет спирта обычный антисептик для рук у кого спирт тоже антисептик то и спирт тоже подходит все и маленький штрих в описании повешу номера трафаретов какие у нас есть у нас трафаретов очень много мы их все держим в ассортименте потому что в основном вы их покупаете кто для китайской росписи кто покупает для лепки кто-то покупает просто для московой тут и для акварели я сама очень люблю трафарет потому что знаете вот просто слепить вот эти листики цветочки от руки можно ну да ну все равно не тот эффект когда ты лепишь по трафарету потому что в трафаретах там все равно интереснее вот эти контуры масса лепестков к дальнему плану к переднему понимаете вот с трафаретом все равно прикольно и вот казалось бы я взяла анютины глазки а по факту что я слепила я слепила просто цветочки вот своей любимой техники вот у меня всегда у меня часть лепестков всегда идут плоскостные часть вот с прожилками вот это я преподаю 20 лет сейчас же двадцать третий год до 20 лет на акрил я кстати училась когда-то у елены мальцевой и зефлон вот это ее любимые цветочки были они меня чуть-чуть по другому я разжатие самих этих бороздочек даю я их как-то знаете на бок кладу в изифло они тогда давали они чтоб торчали к верху а я видите у меня складки все на бок лежат и за счет от этого бока то что я его на бок кладу видите такая форма появляется вот всем рекомендую курс базовый ас так называется лепка пластилином базовый курс все всем большое спасибо за внимание описание обязательно выложу в описании да кстати мальцева елена сейчас можно я прям не уже надо идти на вконтакт между кстати эфир идет три минуты вконтакте сейчас скажу отдельно про мальцева елену многие спрашивают где-то училась вы смотрите вот моя страна много школ по маникюру закончила потому что она по моделированию по маникюру а я по дизайну так как сама художник с высшим образованием я ничего не заканчивала только для лепки я выбрала елену мальцева в санкт-петербурге в 2004 году для 2003 до 2003 год по что 2004 году я уже родила ребенка я как раз к ней ездила до первой беременности это да еще студенткой было да и я у нее прошла базовый курс по лепке и прошла конкурсный курс по лепке и это единственный мой преподаватель у кого когда-либо я училась по дизайну потому что все остальное оно все равно как и так как я еще со школы для мастеров маникюра всегда создавала разные планшетки с дизайнами у меня оно как-то все равно через свою призму но так как я не акриловый мастер была не делала акриловое моделирование я поехала учиться на этот дизайн акриловый потому что я не могла ничего с этой каплей акриловой сделать как эти цветочки не могла ничего понять я их знаете акрилом работала как художник я его мазала как краску поэтому спасибо ей огромное такое человечище сейчас вот кстати кого спрашиваешь молодое поколение даже не знают кто это мне кажется это знаете такие мамонты мастеров среди мастеров маникюра кто в свое время выявил индустрию ногтевую именно что касается дизайна вот знаете в такой топ это когда вы знаете русские мастера стали там приравниваться ну прям ну к самая высокая касте что это самый высокий уровень это вот она и шанская вот первые кто начали вот это знаете такое шествие вот всем большое спасибо за внимание всех вас люблю обожаю всем пока пока я пошла в контакт вести эфир